друзья всем привет спасибо что заглянули на мой канал а у меня сегодня не распаковка а ответ на вопрос подписчика на тему как воспользоваться таким вот устройством есть различные устройства подобного типа они называются chromecast мироскрин и так далее то есть устройство которое работает по протоколам airplay dlna или мирокаст данное устройство я уже на своем канале распаковывал ссылочка будет наверху кто пропустил значит подписчик спрашивает меня как же воспользоваться данным устройством вот но не лишним при возникновении такого вопроса конечно же обратиться к инструкции в инструкции все достаточно подробно расписано так давайте я сейчас попробую по шагам воспроизвести как это устройство работает значит из чего на первых состоит само устройство в устройстве два разъема это hdmi которым устройство вставляется в ваш телевизор или плазменную панель или я не знаю там монитор так и второй элемент это у нас вот такой вот интересный кабель этот кабель у нас подключается к устройству в разъем micro usb с одной стороны мы имеем приемник и передатчик wi-fi сигнала с другой стороны мы имеем здесь usb питание то есть устройство мало того что мы его подключили hdmi порт его еще нужно запитать ну запитать его в принципе не так уж и сложно то есть можно взять любой адаптер единственная проблема здесь что длина кабеля достаточно ограничена вот установив устройство на задней панели вашего телевизора не всегда будет то розетки все это дело дотягиваться вот но вот длины второго кабеля с wi-fi приемником передатчиком в принципе достаточно чтобы выглядывать либо сверху либо снизу над телевизором как только вы подключаете устройство и подаете на него питание на экране вы увидите вот такую картинку на приложенном скриншоте можно ее увидеть в принципе здесь вы уже видите определенные инструкции по работе с этим устройством как оно работает и вообще на каких принципах работа данного устройства базируется все построено на работе с вай фай принцип следующем что если два устройства используют вай фай одно устройство например телевизор является воспроизводящим устройством второе устройство например там смартфон или там ноутбук или еще какое-то устройство оно является передатчиком сигнала и содержит какой-то возможным накопитель информации может быть жесткий диск флешку или там sd micro sd карточку с каким-нибудь контентом видео или фотографиями то неплохо бы предполагается что взять и транслировать на наш экран по вай фай видео сигнал напрямую без перекачивания без каких-либо дополнительных телодвижений вот идея достаточно интересная то есть вы можете взять запустить специальную программу на например на смартфоне открыть какой-нибудь видео фрагмент или запустив слайд-шоу с фотографиями и включаем режим трансляции на сопряженное устройство естественно мы сопрягаемся с этим устройством через вай фай посредством подключения например со смартфона к вай фай точке которая создана данным устройством то есть у нее есть отдельный ssid то есть имя сети у нее тоже свой пароль понятно что подключившись например со смартфона к к этому устройству вы фактически теряете подключение к интернету потому что вы подключились вот к этому устройству у которого на борту интернет это нету как обошли эту проблему потому что например если вы хотите по вай фай получать видео с ютуба и по вай фай же транслировать его на телевизор тут вот достаточно такой важный момент и он здесь решен то есть само устройство имеет возможность и принимать сигнал по вай фай и попутно быть подключенным ко второй вай фай точке для получения интернета то есть фактически она получает интернет через какую-то вай фай точку ну вы выберете ее и по вай фай уже по другой сети получает видео контент который нужно воспроизводить на экран вот в принципе так все как бы звучит достаточно хорошо вот но на практике конечно возникают различные ситуации так при тестировании иногда может например ваш смартфон повиснуть даже если это iphone хотя обычно iphone и не виснут но как бы так как данная технология является достаточно такой напряженный для устройства вот то есть повесить устройство в принципе вполне реально по нагреванию устройства да могу сказать что нагревается оно не сильно то есть теплое но не больше никаких перегревов как у там совсем уж голимых китайских каких-то девайсов там tv-тюнеров которые на раскаляются просто до красна в данном случае не наблюдается даже при достаточно там продолжительном просмотре еще какой минус при транслировании видео некоторое видео нужно специальным образом подготовить к трансляции то есть оптимизировать его формат для воспроизведения это этот конвертация эта трансформация видео может занимать достаточно продолжительное время ну в зависимости от реализации от протоколов есть конечно определенные отличия в реализации вот в целом можно применять устройство например если вы хотите демонстрировать фотографии друзьям на большой плазме если вы сами находитесь в гостях да то есть нет времени там перекачивать заморачиваться с какими-то там перебросками данных с подключениями микро hdmi то есть теми кабелями прочим то в принципе можно попробовать через это устройство но сразу скажу что все равно определенные приготовления подключения то есть не то что вы включили воткнули и сразу вы все показываете то есть все равно там нужно определенные манипуляции конечно же вам потребуется специальный софт для того чтобы транслировать видео контент должна быть какая-то программа ну хотя бы youtube например да то есть у youtube уже есть возможность автоматически работать с трансляцией видео по данной технологии для работы с видео например с локальным видео на ваших устройствах все-таки потребуется скорее всего какой-то дополнительная программа ну которую нужно скачать либо либо из appstore либо из google play зависимости от вашей операционки на вашем смартфоне вот устройство в общем-то недорогое не занимает много места его можно с собой нас как таскать в сумке в принципе она рано или поздно конечно же пригодится при трансляции видео очень важный момент да и про трансляции в том числе фотографии естественно есть определенная задержка то есть вы понимаете что от транслировать принять декодировать и воспроизвести на экране тем более что если это идет видео поток там 25-30 кадров в секунду естественно устройство в режиме реального времени не успевает ему естественно мощности не хватает да и просто пропускной способности вай фай канала идет задержка причем такая ну вот существенно но в принципе фильм смотреть можно то есть совершенно легкий дискомфорт от небольшой задержки но абсолютно терпимый вот я вот такое устройство в общем-то рекомендую конфигурирование устройства производится через в браузер то есть мы подключившись к устройству к его вай фай сети заходим вот на том том скриншоте вот он сейчас снова на экране указан ай пи адрес по которому нужно зайти вот там будет менюшку менюшку можно кстати перевести на русский язык там выбирается и стандарт работы устройства то есть на нем можно выбрать и airplay и мирокаст обычный и мирокаст совместимые режимы вот и разрешение вашей плазменной панели или телевизора в принципе разобраться не так уж и сложно если конечно вы поняли как именно нужно транслировать видео очень многое зависит от выбора правильной программы для воспроизведения этого видеопотока предварительно посмотрите где там действительно хороший рейтинг у программы и она соответствует тем потребностям которые у вас есть для воспроизведения вот я не знаю постарался ответить достаточно подробно вот если остались какие-то вопросы задавайте спасибо за просмотр не забываем использовать кэшбэк сервис если покупаем это устройство и другие товары на интернет площадках таких как алиэкспресс тот кэшбэк сервис который использую я рекомендую ссылка на него будет в описании все друзья всем счастливо пока